Ты готов рассмотреть абсолютно любые варианты? А, ты не играешься, не играешься с этим интервью. Да, я готов к любым вызовам. То есть твой бой с Мейвезером реален? Я слышал, слышал, что этот парень говорит. Был слив, был слив слухов, между прочим, с его стороны. И там говорилось, что он получит 100 миллионов, а я 7 миллионов. Слышишь, 7 миллионов это гроши для меня. Я думал, что в боксе крутятся деньги. 7 миллионов это абсолютно смешно для меня. Он говорит о 100 миллионах, я также говорю о 100 миллионах. Мне сейчас 27 лет, и я на полпути к подписанию 100 миллионного контракта. В 27 лет Флойд Мейвезер выступал в андеркарде Оскара Делла Хои. Так что, сравните-ка это. А так, кто бы не хотел покорить оба мира, знаешь, он сейчас стареет. Я больше его, я выше его, и... Я моложе его. Я нужен ему. Он мне не нужен. В этом вся правда. С кем еще ему биться? Если он выйдет еще с кем-то в матче по боксу, то ни с того ни с сего гонорар со 100 миллионов упадет до 15. Так что, я нужен ему. И если он хочет обсудить, мы можем обсудить. Но именно я контролирую процесс. Если бы это и случилось, то мы говорим про бокс, так ведь? Опять же, меня не сильно заботят какие правила. Он может устанавливать любые правила. Я знаю, что он не захочет сойтись в ММА и сойтись в настоящей битве. Но если он хочет биться в ограниченном бое, то окей. Я просто временно отодвину другие формы битвы, которые я практикую и сфокусируюсь на одном конкретном ремесле. Я жонглирую тарелками. Я жонглирую тарелкой бокса, тарелкой тэквондо, тарелкой джиу-джитсу, тарелкой вольной борьбы, тарелкой карате. В этой игре просто куча тарелок. Если бы я их все положил и расставил и жонглировал лишь одной... Для меня это было бы просто как камень с плеч. Сейчас ты голоден как никогда до того, чтобы проявить себя. Знаешь, во мне просто что-то горит. Я чувствую, что мой желудок опять опустошен. И я не позволяю внешнему окружению нарушать это, как ты можешь сам понять по сложившейся ситуации. Я сфокусирован на том, чтобы вернуться на все 100%. Давай теперь в суефа. Окей? Победитель бьет проигравшего. Как скажешь, по лицу. Не, не, по руке. Ну ладно, готов. Отлично. Да посильнее. Теперь на мне след Конора Макгрегора. Перевел и озвучил Антоненко Владимир специально для Best of MMA.